Кого Сталин рассматривал в качестве своего преемника? Ну уж точно не Хрущева. В последние годы своей жизни вождь имел твердое намерение изменить государственный уклад страны. Основная идея Сталина в переустройстве государства заключалась в следующем. Страной должны были управлять не престарелые партийные работники, а молодые и амбициозные хозяйственники. Всем этим качествам как нельзя лучше соответствовал Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, на которого Сталин и обратил свое внимание. В свое время он даже подготовил записку с предложением назначить Пономаренко председателем Совета Министров, который и должен был стать главой государства. Многие это решение поддержали. За исключением Берии, Маленкова, Хрущева и Булганина. Естественно, после смерти Сталина данная записка исчезла. Придя к власти, Хрущев тут же отправил Пономаренко подальше от Москвы первым секретарем Компартии Казахстана, а после и вовсе выслал его за границу послом.